сейчас ребята соберутся я затронула очень важную тему сегодня вернее вчера ну вчера ты пока спала сейчас ребят соберутся я хочу чтобы сейчас вот сейчас я должна быть хорошая без вайфая на 4g смотрите ребят вчера затронула в stories очень важную тему и хочу сказать что очень много пришло писем и сейчас открою даже может и какие там сделала на здесь нет этой странице сделала себе даже какие-то скрины и может быть кстати мы можем даже один из скринов вывести сюда сейчас я хочу затронуть еще важную тему ты знаешь о чем будем говорить нет я просто хочу сказать что дочка не знает о чем будем говорить то есть эти вопросы сейчас буду задавать и она не знает какие вопросы я буду задавать и сам даже не знаю какую тему я затронула вчера но я хотела сделать именно так прямом эфире что вы понимали что ребенок вот как у меня ребенок проинструктирован речь идет о том что вчера смотрела телепередачу нашу российскую где значит маленькие девочки девятилетняя девчонка пропала пошла подключать вай-фай куда-то там она пошла с телефоном 1 в тюмени это вас это город в россии и она исчезла потом мы нашли оказывается нашли убитую потом уже спустя месяц она исчезла в этом году два месяца назад значит как бы я начито говорила ты когда-нибудь ходила одна у нас по городу где-нибудь а ну это с девочками ты ходила да но это с девочками ты ходила из из корпуса в корпус да но вот здесь так быстро ты ходишь 1 но с машины вышла до школы ну то есть я про то что даже в самом безопасном казалось бы месте у меня ребенок один ходит хорошо я получила много сообщений о том что а как быть ребят если ну как бы если мать работает и ребенок ходит один школу а теперь вопрос тебе задаю инструктаж у тебя был с четырех лет или с пяти если ты идешь одна допустим у тебя опускаем одну и где подходит какая-нибудь машина подъезжает с кем а с кем ты сядешь машину что такое фамилия говорим папа мама бабушка дедушка с твоими родственниками а если подъедет дядя с тетей и скажет садись мы тебя довезем я бы их отшлепала нет его их не отшлепала ты бы села в машину или нет нет а если бы дядя с маленькой девочкой подъехал а если бы с кем бы ты села только кроме семьи ты бы ни с кем не села машина ребенок с четырех лет инструктирован если ты потерялась торговом центре или где-то что ты будешь делать орать стоять и если подходит тетя или дядя пойдем эти доведут твои мамы ты не пойдешь никуда а если ребенок тебя пойдет за руку будет брать пойдем со мной вот ребенок про инструктирован ребят с маленьких лет что происходит если вдруг а не дай бог она потеряется торговом центре но это да наши вы понятное дело вот про то что вообще эта история конечно ужасающая и у меня скажут ощущение что все эти дети знают человека с которым они ходят тюмени все за это свободно спасибо вот и части пришли попозже информацию и ребят это наша ответственность как родителей я вчера повторюсь кто не знает что произошло вчера посмотрела передачу малахова где в тюмени пропадают дети в огромном количестве 9-летняя девочка ушла пошла подключить вай фай не вернулась и увидели супермаркете одну и они садятся кому-то в машину если ваш ребенок ходит а куда-то один он должен быть про инструктирован с детства с 5 из 4 6 лет вот как только и начинает понимать что нет друзей нет дяди милиционера который сейчас придет спасет это может быть милиционер это может быть человек в погонах это может быть учитель это может быть там физрук я не знаю просто это может быть человек которого люди дети знают с которыми они садятся в машину так вот самое главное я оставлю этот фирс и храню его самое главное когда вы говорите своему ребенку он может садиться в машину только с членами семьи не с соседями не с друзьями не с папинами друзьями не с мамиными только со своими членами семьи поэтому ребят я очень прошу здесь очень много родителей у нас дети ходят сами одни я знаю мы же сами выходили в советское время вообще с первого класса ходили сами школу но моя мама всегда меня инструктировала мы никогда никому не садились ни в машину ни с кем не ходили если украли конечно это вообще другая история ну как бы если это украли но их дети сами пропадают мы сейчас говорим о том что то вчерашняя передача то есть дети они сами садятся там может подъехать тетя а тетя скажет вот давайте довезу или там конфеткой заманить дядя очень хочется чтобы взяли ответ на свои руки и своих ребенок и своего ребенка проинструктировали что никогда ни с кем даже с родителями друзьями родителей потому что мы не знаем кто на самом деле скрывается за маской там друзей родителей не имеет права садиться машину ладно спасибо большое я просто хотел сказать что это очень важный момент ребят это в нашей в нашем социуме и вообще считаю что все это происходит а все эти проблемы с исчезновением детей происходят все больше и больше в массах потому что мы стали безразличны мы стали без различных друг другу если бы я увидел что девочка стоит разговаривать с кем-то и кто-то бы садился в машине кому-то посадить я бы записал номер машины я бы сказал там ребенок сел я как гражданин хочу быть социально ответственным я считаю что пока мы будем отворачиваться а это дело не про нас это малорик у ребенок идет то мы должны начеку как матери как а будущие матери всегда смотреть уж я про отцов не говорю не знаю мужчин немножко как бы по-другому мысли вот это для этого был эфиром был пятиминутный я хотела вам это сказать берегите своих детей это это очень важно я вас люблю целую обнимаю спасибо большое всех инструкцию это не факт что ребенок сделает это надо значит про инструктировать так чтобы сделал понимаете потому что я своему ребенку рассказал я говорю что может быть если ты расскажешь соберу ребёнку что может быть тогда он это сделает потому что если ты скажешь свою белку что если ты сядешь в знакомому к учителю в машину там где уже идет пространство закрытое ты можешь оказаться просто а потом а найденный в лесу без рук, без ног, без головы. Поверьте, вот это уже любого ребёнка всегда будет мотивировать держать себя на чеку. Всё, я выключаю. Спасибо вам за ваше внимание. Субтитры подогнали Симон.